В прямом эфире новости на своем. Меня зовут Александра Слободская. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в этом выпуске. На Ставрополе стремительно растет поголовье овец. На маленьких ягнят посмотрел Ярослав Лапин. ЧП на пешеходном переходе. Что попало в камеры видеонаблюдения? И роботы выращивают помидоры, где умные машины добрались до теплиц. Уже более 43 тысяч ставропольцев победили коронавирус. За минувший день выздоровели 44 человека. Актуальными данными поделился на странице в инстаграме губернатор Владимир Владимиров. Проведено 1,346,000 тестирований для выявления новых фактов заражения. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 65 жителей края. 5 пациентов скончались. Охват вакцинации в регионе растет, но по-прежнему важно ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать меры профилактики. На Ставрополе растет поголовье овец. Сельхозресурсы края увеличиваются буквально на глазах. И доказательства этому уже готов предоставить мой коллега. Ярослав Лапин побывал на ферме и лично узнал, как в регионе проходит окотная кампания. Необычные погодные условия на Ставрополе не перестают удивлять. Перепады температур на этот раз привели к тому, что в Изобильницком округе раньше положенного срока окатились овцы. Они дали потомство в холода, но для местных фермеров это не проблема. За ягнятами в поселке Рыздвяном ухаживают трепетно, как за детьми. На этой ферме поголовье скота составляет порядка 300 овец. В данном помещении содержатся в основном мамы с маленькими ягнятами. Здесь их кормят и оберегают. Они тут находятся в тепле и все у них хорошо. Ну а их дальнейшую судьбу, когда они подрастут и станут частью уже большого стада, будут решать уже фермеры. А до этих пор ягнята будут находиться со своими мамами в вольерах. Кстати, овцы гесарской породы абсолютно неприхотливы. Алексей Яковлевич работает на ферме уже более 20 лет и знает о содержании этих животных практически все. Это порода мясосальная. Разводили ее. Одна из самых древних. Крупная овца. Неприхотливая. Так как она аборигенная, они вот видите, снег, мороз окатилась матка там. Минувший год для фермеров выдался непростым. В пандемию большую поддержку оказали краевые власти, что помогло стабилизировать ситуацию. Сейчас мы находимся на пороге окотной кампании. У нас 1 миллион 70 тысяч овцематки. Мы планируем получить более 800 тысяч ягнят. Овцеводство в целом это также перспективным направлением является. Что касается мер государственной поддержки, то мы поддерживаем ее. Поддерживали в двух частях. Это поддержка шерсти, субсидирование шерсти и племенная поддержка. Давать потомство овцы будут до самого апреля. Кстати говоря, на этой же ферме выращивают еще и лошадей. Сильные и красивые они выполняют здесь функцию тягача. Например, помогают фермерам в перевозке кормов, удобрений и отходов. Лошади очень активные и дружелюбные. Они охотно пошли знакомиться с журналистами. А яблоками их угостили Ярослав Лапин и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. Теперь о происшествиях. В поселке Рыздвяном ночью произошел хлопок газа. ЧП случилось на четвертом этаже пятиэтажки. Пострадал один человек, он в больнице. 23 жителя дома эвакуировали. На месте работали экстренные службы. Известно, что спустя час люди вернулись в свои квартиры. Специалистам предстоит выяснить причины произошедшего. О других ЧП в оперативной сводке. Опасная спешка. На одном из пешеходных переходов Ставрополя едва не сбили горожанку. Видео происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях. Женщина шла через дорогу. Внезапно мимо проехала иномарка. Уворачиваясь от удара, пешеход упала на дорогу. К счастью, все закончилось хорошо. Личность водителя сейчас выясняют полицейские. Нечаянно нарушил закон. 54-летний житель Ставрополя облагораживал территорию одной из баз отдыха. Вместе с сухостоем спилил бензопилой лишнее, по его мнению, деревья. Позже узнал, что это были ценные породы. Вязы и белые акации. Ущерб лесничеству порядка 50 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сотрудник с грязными руками. 32-летний житель Старомаревки работал в сварочном цехе краевой столицы. Там мужчина похитил сварочный аппарат, кабели и другое имущество на сумму порядка 70 тысяч рублей. Награбленное сдал в пункт приема металлолома. Злоумышленника вычислили по камерам. В дежурной части он во всем сознался. Возбуждено уголовное дело. К другим темам. Думаю, многие не любят межсезонье за не очень чистые и мокрые улицы. После сильных снегопадов на дорогах остаются грязь и пыль, которые ждут уборки спецтехникой. В Железноводске решили эту ситуацию исправить и найти экологичную замену песку и реагентам. Вместо администрации дали коммунальщикам задание проработать альтернативу, чтобы и гололеда не допустить, и разводов на обуви и транспорте не оставить. Что ж, будем следить за новинками. О других новостях региона расскажем в коротком обзоре. В Кисловодске разобьются от камней. Новый объект станет частью территории, примыкающей к Комсомольскому парку. Прогулочные тропинки украсят экспонаты со всего Северного Кавказа. Образцы песчаника, доломита, гранита, мрамора и других минералов. Также на аллеях высадят хвойные и лиственные деревья. Понравится общественное пространство и любителям активного отдыха, там возьмет начало велосипедная тропа. В предгорном округе помидоры помогает растить роботизированная линия. Тепличный комплекс создали благодаря инвесткредитованию. Современный парник позволяет производить томаты и салат круглый год, а также генерирует электроэнергию самостоятельно за счет солнечных батарей. Напомню, Ставрополье один из регионов-лидеров по росту помидоров в России. До 14% рынка приходится на наш край. В селе Донском Труновского округа создадут зону экстремального спорта. По проекту новый объект будет включать в себя памп-трек, скейт-парк и воркаут-зону. Любители спокойного досуга смогут отдохнуть на пешеходных аллеях. Там установят уличные скамьи и столики, приведут в порядок клумбы и оборудуют детскую площадку. Все работы должны закончить в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». И пока это все новости, еще больше есть на нашем сайте stv24.tv. Если у вас есть проблема, пишите нам в редакцию 8 928 350 80 70. Также мы есть во всех социальных сетях. Чтобы подписаться, нужно навести камеру смартфона на QR-код, который вы видите на экране. Далее прогноз погоды. Слово Алексею Форсикову. А у меня на этом все. В студии была Александра Слободская. Спасибо, что были с нами. Здравствуйте, друзья. Время прогноза погоды на первый день весны. Понедельник, 1 марта. После теплых выходных погода в первый день весны как-то вот замерла в решительности. Куда же идти? Дать еще немного зимы или все-таки повернуть на лето? Поэтому в Ставрополе мокрый снег. Днем до плюс 4, вечером и ночью 0, минус 1. В Изобильном и Новоалександровском день пасмурный. Днем до плюс 3, вечером и ночью 0, минус 2. В Пятигорске и Минеральных Водах днем мокрый снег. Температура от плюс 3 днем и ночью до минус 2. В Кисловодске тоже ожидаются дожди со снегом. Весна, конечно, на варе, но тем не менее. Днем плюс 2, вечером и ночью около нуля. На востоке края, в Ипатово и Дивном, похолодает, но не до зимних температур. Днем плюс 3, вечером от нуля до минус 1. В Дивном небо облачное. Плюс 2 днем и минус 2 ночью. А на этом все, друзья. Увидимся на своем ТВ.